Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу судей. Книга судей, судья Шимшон, Самсон, серия чудесных, удивительных историй, связанных с ним. Вот он вырос и пошел в темноту и увидел в темноте женщину из дочерей филистимских. И на племенница ему поглянулася. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей. А филистимляне были захватчиками. Захватчики – злые враги, оккупанты, идолопоклонники, язычники. А он все равно положил на нее глаз, возлюбил ее. Пошел и объявил отцу своему и матери своей, сказал, «Видел я в темноте женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жену». Отец и мать сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе твоем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» Темната, где он ее видел, эту женщину, находилась в его уделе, в уделе колена Данова. В общем-то, по соседству с филистимской низиной. «И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьмите мне, потому что она мне понравилась». Капризы. Но за этими капризами стоит Дух Божий. Отец и мать не понимают. Но начнет мстить Господь филистимлянам через Самсона. Разными путями будет истреблять Самсон филистимлян, в том числе самыми такими способами необычными. Отец его и мать его не знали, что это от Господа. Нехорошо было брать жену и на племенницу из необрезанного племени, не из филистимлян. Разве мало, что ли, девиц в колене Дановом и вообще в Израиле? Логично они рассуждают. Отец и мать, как тебе не стыдно? Пойди, посмотри, вот сколько девиц бродит. Убирай любую. Бери себе в жену. Нет, филистимлянку ему подавай. Но оказывается, это было от Господа. От Господа и что он ищет случая отмстить филистимлянам. Слово «отмстить» в синодальном переводе набрано курсивом, потому что в еврейском тексте его нет. А в то время филистимляне господствовали над Израилем, угнетали Израиля. «И пошел Самсон с отцом своим и матерью свою в темнату, и когда подходили к виноградникам темнацким, вот молодой лев, рыкая навстречу ему». В то время львы представляли реальную опасность на Ближнем Востоке. И до самого Средневековья крестоносцы, как говорят, последних львов и медведей в Святой Земле уничтожили. Может быть, ради шкур. Сам весь в броне, конь весь в броне. И вот, конечно, что может сделать беззащитная зверюшка, даже если это лев против такой бронемашины. Весь конь в броне и крестоносец весь в латах средневековых. Поэтому истребляли, уничтожали нещадно, видимо, ради шкур, чтобы потом в Европе перед дамами хвастаться или дарить этим самым своим дамам сердце шкуры несчастных зверушек. А в библейские времена львы представляли реальную опасность. Куда ты от льва убежишь? Бегает и плавает, и по деревьям лазает. Он гораздо быстрее тебя. Поэтому... А львы любили ходить между виноградными лозами в виноградниках, подстерегая свою добычу. Так вот здесь этот самый лев идут себе, идут по проселочной дороге лев навстречу. Да еще и рыкает. Когда рыкает лев? Ответ простой. Когда перед ним добыча, своим рыком он эту добычу, он жертву свою парализует. Я думаю, у любого из нас будет воля парализована, если в комнату к нам, например, во время этой записи, вдруг зайдет лев и начнет на нас рыкать. Навстречу идет лев, рыкая. Деваться некуда. Он их всех уничтожит, этот лев. Хребет перегрызет, задушит. Что-то съест, что-то оставит. Потом вернется. Доест, так обычно львы делают. Или утащит к себе львят покормить в свое логово. Но дальше происходит удивительная история. Сошел на него дух господень, этого самого Шемшона, судью. И он растерзал льва, как козленка. А в руке у него ничего не было. И сказал отцу своему и матери своей, не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Откуда такая сила у Шемшона? Дух Господень действует через него. Дух Господень непобедим, несокрушим. Это самая великая, самая могущественная сила. Никакие вооружения всех стран вместе взятых никогда не могут победить Господа и Духа Его. Дух Господень сильнее всех. И вот этот Дух Господень наполнил Шемшона. Он ведь был посвящен Господу еще от чрева матери своей. И мы выше читали, что рос младенец. В прошлой главе мы читали. Рос младенец, благословлял его Господь и начал Дух Господень действовать в нем. Вот мы видим здесь первый пример этого действия Духа Господня. Сначала это действие проявляется на льве. Потом оно проявится на людях, это действие. Ну, так же еще будут лисицы там. Действие многообразно проявляется. Дух Господень, дары Духа различны. Вот здесь проявляется Дух Господень в неимоверной силе, невероятной. Он разрывает этого льва, как козленка. Дух Господень потом охватит Давида, пастуха. И он будет говорить Саулу, что вот раб твой, когда видел льва в пасти, у которого был уже ягненок, овечка, козленок, он, я говорит, гнался за этим львом, хватал его за космы и вырывал эту несчастную овцу из пасти льва. Значит, там тоже действовал Дух Господень. Человеку это не под силу, даже если он чемпион мира по всем видам единоборства вместе взятым. В руке у него ничего не было, никакого предмета у Самсона не было. Голыми руками разорвал этого льва, как козленка. И пришел он, Шимшон, и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Пчелы завелись в львином трупе, и там, где пчелы, там мед. Он взял его в руки свои, этот самый мед, диких пчел, и ел его дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. Но труп же нечистый. Труп человеческий, львиный, неважно какой, это делает человека ритуально нечистым, согласно ветхозаветному законодательству. Даже это мтума, мать нечистоты, труп. А здесь этот мед из этого трупа. То есть Самсон ритуально нечистым оказывается. Кроме того, она филистимлянка, избранница это Самсона. Потом другие примеры того, как вроде бы нарушается его назарейство. Так построен рассказ. Удивительно, на Самсон противоречивая довольно личность. От чрева матери посвящен Господу. В нем с неимоверной силой действует Божий Дух. И в то же время он не хранит чистоту. Филистимлянку ему подавай, мед из львиного трупа и так далее. И пришел отец его к женщине. И сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. Дальше мы узнаем кое-что о свадебных обычаях того времени. И чуть ниже еще узнаем кое-что. И как там увидели его, Самсона, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. У жениха друзья, у невесты подруги. Это обычно и для современных свадеб у разных народов тоже. Но Самсон к ним обращается, к этим самым друзьям брачным. И сказал им Самсон, загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежды. Синдон – это тоже виды одежды. И 30 перемен одежды. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежды. Они сказали ему, загадай загадку твою, послушаем. И сказал им, и дальше загадка. Очень красивая загадка. Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое. Вот как звучит эта загадка в еврейской Библии. Очень красиво звучит. И не могли отгадать загадки в три дня. В три дня не могли. Хотя он им велел, сказал, семь дней надо отгадывать. За три дня не могли. В седьмой день сказали они жене Самсоновой. Уговори мужа твоего, чтоб он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас? Потом такой же ультиматум поставят Долиде, филистимляне. И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, ты ненавидишь меня и не любишь, она уже женой называется, и не любишь меня. Ты загадал загадку сынам народа моего, а не разгадаешь ее? А мне не разгадаешь ее? Он сказал ей, отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю? Уж если отцу и матери не разгадал, ты кто такая, чтоб я тебе загадку разгадывал? И плакала она пред ним семь дней, в которые продолжался у них пир. То есть она с первого дня его начала донимать. Седьмой день, сказали они жене Самсонова. То есть она без их инициативы уже начала его доставать своим плачем. Наконец седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, умеют женщины, упрашивать. А она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, граждане, эти самые филистимляне, видимо, что слаще меда и что сильнее льва. Ари – это лев. Моток – это сладкое, дваш – это мед. Мемоток – медваж, уме – аз – ме – ари. Аз – сила. Что сильнее льва? Нет ничего сильнее льва, нет ничего слаще меда. Сильное и сладкое соединились вместе лев, а в трупе льва – мед. Интересно, вот Самсон предстает в этой народной истории, несомненно народной, до того, когда она была записана в книге судей, она, наверное, бытовала, как устная какая-то история, передававшаяся из уст в уста. Он сказал им, «Если бы вы не орали на моей ослице, то не отгадали бы моей загадки». Он им все поговорками отвечает. «Люлей хараштем беэглати, ло мецатем хидати». Не нашли бы загадки моей, то есть не отгадали бы ее. «Орать» – это не кричать, «орать» – это пахать. Старое слово. «Ораты орут», то есть пахари пашут. «И сошел на него Дух Господень». Дух Господень на него постоянно сходит и наполняет своей силой. Он и в нем действует, и через него, и на него нисходит Дух Святой, обрушивается буквально, берет его в свою власть. «И сошел на него Дух Господень, и пошел он, Шимшон, в Ашкелон. И, убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего». Вроде бы такие вот загадки, капризы. Вот разгадаете, вот тридцать перемен надежд, не разгадаете, я вам дам тридцать перемен надежд. И Дух Господень действует в нем, несмотря на такую вот анекдотичность, порой курьезность этих самых загадок, условий и поведения самого Шимшона. А жена Шимшона вышла за брачного друга его, который был при нем другом. То есть, один из этих дружков брачных, он стал мужем вот этой самой Самсоновой избранницы. Она была жена, но не невеста. Невеста сначала была, конечно. В полном смысле женой Шимшона она не стала. Вот продолжался брачный пир. И во время этого брачного пира, который длился очень продолжительное время, много дней, люди развлекали себя загадками. Или пошел в Ашкелон, убил там тридцать человек Ашкелон, филистимский город, один из пяти филистимских городов. Снял одежды с них, отдал уплату по условиям этого самого пари, который заключил он во время этого брачного пира. Дальше удивительные истории будут продолжаться. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...